Девушки отдыхают Девушки отдыхают А мы прямо сейчас в жимовом эфире И нам дозвониться проще 211-101 211-101 Совершенно верно Внезапно, Ирина, будьте готовы Могут перепутать телефонную линию Хорошо Мы здесь не просто так собрались А собрались в связи с тем, что вышел анонс По крайней мере я Хорошо ваша служба работает Театра Наспаска и в соцсетях В фейсбуке очень много анонсов спектакля О котором сегодня пойдет речь И в связи с чем Мы сюда вас пригласили 28 и 30 мая Правильно, да? Премьера состоялась Спектакль «Неуместная красота» Поставленного в жанре Contemporary dance Сейчас в галерее прогресса Выставка тоже в этой стилистике Это актуальное искусство Считается, что это современное искусство И вот интересно Мы были в галерее современного искусства Там четкое деление в Европе На модерн и contemporary art И модерн это то, что до 60-х годов Но вот там с визуальным искусством Как-то так они разделились У нас с хореографией не совсем все так четко До 60-х модерн У них а после 60-х уже contemporary Надо выучиться же И произносить contemporary Contemporary Ну вот мне Дмитрий Шляев рассказывал Что вот есть современное искусство А вот сейчас больше чаще Это называется как раз таки contemporary Чтобы именно последнее якобы веяние Не знаю где правда Это пусть разбираются искусствоведы Мы сегодня будем разбираться В этом спектакле и говорить о нем Как прошла премьера По крайней мере в интернете говорят Что очень высокие отзывы Спектакль называют резонансным Да на самом деле Мне Начнем с того Что вот эта идея Сделать что-то такое Чтобы Быть честным с собой Она давно сидела в голове Но всегда есть такой момент Когда ты понимаешь А есть ли тебе что сказать И вот наступил тот момент Когда я поняла Что мне есть что сказать И появился все сразу же Те люди с которыми Есть что сказать И тот человек Который этот процесс Так сказать Возглавит Станет капитаном корабля И все шишки Грубо говоря Будут в него сыпаться Это Александр Любашин Который приехал к нам Из Москвы Сейчас он там существует Живет Тоже очень интересная личность Вот И вот Такая компашечка Собралась На строе И Александр Александр Хореограф Педагог Танц Художник Это что такая профессия Сейчас есть Ну на самом деле Люди называют себя Разными словами Чтобы дать Понять людям Что это не только Такое знаете Рубиловое Я сочиняю движение Вообще хореограф Это конечно гораздо шире Вот Поэтому танц Художник Наверное Это тоже Такое Кто-то его так Окрестил И видимо Он согласился С этим названием Себя Чем вы влекали Ну как объясняли Идею Что вы ставите Для чего вы ставите Для кого вы ставите Идея рождалась От того Что ты понимаешь Что жизнь меняется Жизнь идет И ты меняешься Меняются твои взгляды На многие вещи Я очень давно Работаю в театре Я понимаю Куда мы идем Сейчас Как мне кажется С чем-то Я совершенно не согласна Что-то меня расстраивает Что-то продолжает радовать И все это Ну Вообще интересно Работать с таким спектаклем В котором У тебя есть возможность Выходить каждый раз На сцену И Ты понимаешь О чем ты сегодня Это точно Не о том же О чем это было В прошлый раз И в данной работе Как раз есть такая возможность Давайте вспомним Спектакль Который ставили Вы раньше И я Может быть Ошибусь Но у меня Ярко конечно В голове Такой большой яркой лампочкой Светится спектакль Бращевик Это да Спектакль Который делал Рашиду Рамдан Французский хореограф И он был тоже Знаковый Очень Вы туда тоже Очень много вложили И это был Вот такой Светильник того времени Вы показали Как вы относитесь К жизни И к месту Именно тогда Сколько лет назад было Так Не соврать Лет 7 наверное Лет 7 назад Сильно изменилось Сейчас мир ощущений Понимание В чем разница Между этими Спектаклями Для меня в тот момент Этот спектакль Для меня был Какой-то точкой Невозврата Потому что Получилось увидеть Про Бращевик Сейчас говорим Ту ситуацию В которой мы живем Здесь Глазами человека Который совершенно Был извне Это Рашид Это человек Который считает себя Человеком мира Но точно уже Не привязан к одному месту И мы Которые сидим здесь И понимаем Что да Мы здесь Вот наше место Вот наша родина И как-то это так Немножко с патриотизмом И грустью звучало Всегда Вот Ну а куда Вроде бы как Хотя варианты Они всегда есть И ты понимаешь Насколько ты сам готов Или не готов И насколько это Осознанный Или не осознанный Выбор И вот сейчас Я понимаю Что я здесь Этот выбор Настолько осознанный Что я могу Об этом говорить И помимо всего прочего Есть некая свобода Свобода Высказаться Так Как ты считаешь Нужным И не быть поглаженным За это по голове Вот это поглаживание Когда ты молодец Когда ты так хороший Там Ой как Как хорошо сочинил Ой какая интересная история Ой как тут весело А тут как трогательно И когда ты Выходишь С вещами К зрителю Которые 50 процентов Точно Половина Они будут Невоспринятые Непонятые Ты понимаешь Что люди Будут выходить И говорить Подождите Что это было За что мы отдали деньги И ты готов к этому И ты делаешь это Абсолютно Осознанно Именно потому что Ты не хочешь Врать себе И вот в этом состоянии В котором мы Подходили к этому спектаклю Мне кажется Это был очень важный момент Вот сейчас я говорю Про этот спектакль А вообще После Борщевика Мне кажется Такое первое Откровенное Смелое высказывание Мое Как Не просто как автора Но и как исполнителя Тоже Тогда сюжет Сюжет отсутствует Сюжет Как На самом деле Ведь хореография Это достаточно Абстрактный вид искусства Хореография Не обязана быть То есть Так же точно Как музыка Да То есть Совершенно не обязательно Чтобы это была Какая-то история История рождается У зрителя И рождается У нас Даже несмотря на то Что мы существуем Внутри схемы Но зритель здесь Он настолько важен Его активное участие И вот как раз Такие вещи Они говорят о том Что наш зритель Достаточно пассивен Он хочет прийти И чтобы ему А. Рассказали доступным языком Б. Он хочет Чтобы он получил Определенные Понятные эмоции Он смог назвать это Определить для себя Это как жанр Четко Понимаю Значит Ну хорошо Не понимаю Значит Плохо И Понимаете Зрители Зрители не учат Очень часто думать За него думают За него думают Актеры Они там где-то Пережимают А вот тут Нужно испытать Такую эмоцию За него думают Постановщики Авторы пьесы Когда мы говорим Про такое искусство Больше абстрактное Где зритель Должен сам думать Вот тут он Немножко часто Очень стухает И дело Это не вина Дело в том Что просто так не принято У нас так не принято У нас где У нас здесь В этой точке В городе Кирове У нас в России У нас в России Я бы сказала Да То есть это Ну Это такая штука То есть мы Достаточно пассивные Мы по жизни Пассивные люди Мы хотим Чтобы за нас Принимали решение Чтобы о нас заботились Что это государство Город Там еще чего-то А что мы делаем Для того Чтобы поменять ситуацию В которой Которая нас не устраивает Поэтому для меня Как Я тоже на самом деле Такой человек И я понимаю Это Но я это понимаю Может быть Вот Какое-то такое Может быть Маленькое отличие И мне хочется С этим что-то делать Но так как Моя площадка Для высказывания Это театр В котором я работаю Это сцена Это тело Это мозг И это возможность Встретиться со зрителем То я использую это И это прям Важно Сейчас для меня важно Все-таки Это бунт Или нет Бунт Наверное Слишком громко сказано Слишком громко То есть Это просто Я Высказываю Свою позицию Касательно Той ситуации В которой Находимся мы все А что внутри Это сейчас У вас Все-таки Это можно назвать Бунтом Или это только Констатация факта И безысходность Какая Это констатация факта Но мне кажется Знаете Вот вообще Излечиться от чего-то Можно первое Это признать факт Что я болен Ну тогда уже Наступает момент Ну какого-то Вот этого То есть это признание Факта Что больный Я Да Для меня это так Но Вот опять Такая хитрая штука То что выношу На сцену я И то что чувствует Зритель Это не всегда Должно совпасть Один в один Вот в этом интерес Поэтому существует Всегда обсуждение После спектакля Где мы можем Разговаривать Интересно Семь лет назад В спектакле Борщевик Открылись глаза И посмотрели На свою жизнь Со стороны А спустя Семь лет Поняли Что больный Наверное Да Это просто Семилетний отрезок Постоянно возникает У нас в эфирах Мы говорим Что мы на семь лет Отстали от Москвы И мы на семь лет Там-сям-сям И здесь это просто Очень показательно Это темп Нашего мышления Принятия решений И осознания Того где Мы сейчас прервемся На одну минуту Буквально Еще раз скажу Что у нас эфир открыт Прямой 211 101 Вы можете внедряться В наш разговор Сказать добрые Или недобрые слова По поводу спектакля Если вы уже сходили Вообще обратиться Как-то к Тюзу К Театру Наспасской Но через одну минуту Продолжается Дневной разворот Говорим мы О спектакле Неуместная красота Который Премьера состоялась 28 и 30 мая И у нас в студии Хореограф Театр Наспасской Ирина Брежнева Вот вы Перед перерывом Говорили Что одна из задач Это Может быть Заставить слушателя Задуматься Вот По отзывам Видно Поняли они Спектакли Не поняли Задумались Понять Это наверное Вот Не всегда Даже Вообще Для меня Вот такой Если человек Выходит с вопросами Значит что-то случилось Если человек Выходит с ответами Наверное Даже это не так ценно Для меня ценнее Как раз то Что вдруг Я сумел Сформулировать Некий вопрос Вопрос Или какая-то тема Внутри мне поднялась Которую я может быть Раньше до этого Не формулировала И тут происходит Такая штука Что я выхожу И у меня в голове Какая-то И очень часто Что сразу после просмотра Вообще каша какая-то И на утро что-то А иногда догоняет Даже не на следующий день Вот такие вещи я люблю Вещи которые Такого замедленного действия Не вещи Ой да Класс На утро я не вспомню Про это Мне было очень хорошо Реально То есть Иван Варапаев Говорил Очень интересные вещи Что Искусство Первая такая Ну грубо говоря Первая низшая ступень Это развлечение То есть Когда мы приходим Развлекаемся Получаем удовольствие Мы отдыхаем Там все может быть Прекрасно Хорошо Это имеет право На существование Второе Это когда я как раз Будоражу Вот эта вот Провокация То есть То что я Выворачиваю Все наизнанку Я даю человеку понять Как бы Какое на самом деле И что вокруг него происходит И третье Когда я даю выход Когда есть возможность Что-то поменять Когда Просмотренные произведения Искусства Дают невозможность Поменяться Так В итоге По итогу Спектакля Что вы увидели Что вы услышали В отзывах Уходили ли из зала люди Давай вот так Из зала люди не уходили Во-первых Так хитро получается Что зритель сидит на сцене То есть Вот это расположение На большой сцене театра Это спектакль На небольшое количество людей Максимальное количество 90 человек Поэтому Если кто-то вдруг Мало ли Решил Пройти к нам на спектакль Вот 27 числа Как раз мы закрываем сезон То можно поспешить Если вы считаете себя Человеком Который хочет удивляться Потому что Этот спектакль Однозначно для вас Будет неким удивлением Удивление Оно не всегда имеет Какой-то конкретный знак Плюс или минус Это просто Некое Событие Факт Я не знаю Который Заставляет Как-то по-другому Посмотреть на привычные вещи Я Сама Стараюсь не мыслить Категориями Можно Нельзя Правильно Неправильно Я считаю Что на протяжении Всей жизни Все эти границы Они все равно Меняются Меня пугают люди Которые в чем-то Уверены И они утверждают Это Они еще доказывают То есть То что так И никак по-другому Подождите Все так Все так изменчиво Ты сейчас находишься В этой точке Точка поменяется И все будет совсем по-другому Вопрос Откуда ты смотришь Вот И конечно Зрители не все готовы К такому восприятию Не все готовы Признавать о том Что такое тоже может быть А где танец Поэтому на самом деле Название Неуместная красота Оно очень Прямо о том О чем Получается наш диалог Да Это красота Да Но для кого Это красота А на самом деле Есть в ней место Владимир Иванович Директор Наш Грибанов Он конечно Он дал возможность Огромное ему спасибо То что он дал возможность Нам реализовать Этот проект То есть Несмотря на то Что он Да Незатратный Да Он очень малобюджетный Но все равно Без театра Это было бы Очень сложно Существить Хотя он честно говорит Ирину Вот то что было раньше Когда Доброе Все улыбаемся Сидим Смотрим Получаем удовольствие Наслаждаемся Вот это я любила А вот то что вы сейчас делаете Ну настолько мне это Я говорю Владимир Иванович Золотой Спасибо вам Что вы понимаете Что развитие Это не только принятие И разрешение того Что мне нравится И симпатично Это возможность Как раз Предлагать Какие-то другие Альтернативные вещи За что я всегда Оценила наш театр Что в нем Всегда можно было увидеть Что-то такое Что не призвано Стопроцентно Быть заточенным На успех Ну вот Продолжение Сашиного вопроса Часто же После спектакля Бывают обсуждения В данном случае Его не было Насколько я понимаю Были обсуждения Были обсуждения После обоих спектаклей Это интересно На самом деле Так получилось Что один наш Постоянный зритель Он высказал свое мнение На самом деле Он затронул Все те категории Про которые мы Разговаривали Но для него Это было В сторону неприятия Для него было Слишком все черно И как бы Ну безвыходно На самом деле Для кого-то Наоборот Они увидели здесь свет И на самом деле Первый Такой показ на зрителя Это вообще Первая встреча работы После которой Происходит еще Такая переработка всего И какие-то такие Перестановки акцентов Все равно Первый зритель Это всегда Эксперимент И эксперимент И с нашей стороны Тоже То есть вопрос Как это прозвучало На зрителя Или без зрителя Поэтому сейчас Это уже все равно Некая другая версия Хотя вся структура Спектакля Она подразумевает То что ты Ты с одной стороны Находишься в схеме Но с другой стороны Ты постоянно Находишься в режиме онлайн Ты все время У тебя все время Есть выбор Все время есть выбор И настроение влияет на то Будет здесь больше света Или меньше света Это очень показательно На самом деле Я надеюсь Что спектакль Продержится в репертуаре Хотя бы Сезон Сезон Чтобы можно было Замерить температуру Температуру зрителя То есть они пришли С вот такими сейчас мыслями И говорят Что видят В вашем спектакле Беспросветность Тоже было с борщевиком На самом деле Сначала все кляли Все говорили Боже мой Зачем они это делают Мы и так знаем Где мы живем Они еще выбрали Это жуткое растение Которое погубило Всю землю вятскую И вот значит Возвегли его над нами И сквозь его Эти страшные Раскинутые Пальцы Мы смотрим Теперь на мир Как из-за решетки А потом Поменялось отношение И стали Спустя достаточно долгое время И стали говорить Что нет Что вот как раз Это спектакль Пробуждения Такое И здесь может быть То же самое Очень хотелось бы Посмотреть Что происходит Вот сейчас Потому что ситуация Значительно изменилась Совершенно другие времена Они более серьезные Чем были 7 лет назад И конечно Такие вещи Без слов Они еще больше Выявляют там Мысли И настроение Которые внутри человека Сидят Так что надо сходить Это не реклама Это наверное Назначение встречи Единомышленников С которыми Можно будет потом Эти вещи обсуждать Здесь в эфире На самом деле Мы ничего не сказали О тех людях Которые внутри спектакля Да Актеры Во-первых Кто эти люди Кто участвует В спектакле Нас трое Три исполнителя Три женщины Это Какие вы Самоуверенные Женщины Втроем вышли На аудиторию Молча С непонятным танцем С непонятным танцем Абсолютно Да Но с глубоким убеждением Того что То есть Это Это Наше право голоса И это важно Для нас Действительно Такой Такой Это смелый поступок Я считаю Я считаю Что я очень благодарна Девочкам А это Даша Матенцева Человек Которая сейчас работает Хореограф То есть Вообще Это миграция Те люди Которые Вот сейчас Сумели собраться Проект миграции Как таковой Не существует В том смысле Что как коллектив Как проект Да То есть Когда есть Интересные Какой-то Интересные планы Интересный Проект какой-то Мы собираемся И вот мы собрались Втроем В этой ситуации Это Ольга Чаузова Это актриса Нашего театра Но она тоже Начинала В первом Самом составе Проекта Миграции А Даша Она тоже Из самого первого С кем мы начинали Больше 15 лет тому назад Вот И вот Втроем Мы позвали Сашу И сделали это Но главное Самое еще Что у нас тут был Прекрасный еще художник Катя Андреева То есть у нас тут даже Четыре Потому что Вообще Красоту создавала Катя Конечно Вот эту красоту С огромным количеством Люстры Висящим на сцене С этим светом Не предназначенным Для театра Который оказался Там на сцене Вот все это пространство Простые костюмы И какое-то решение Не совсем простое Все равно в итоге Вот это все Катенькина заслуга Конечно То есть ее глаз Такой был Важный Вот Зрители Вы сказали Кто-то увидел Это только лишь Беспросветность Актеры Как прочувствовали И увидели Этот спектакль Для них Что? Нет У нас совсем другая история У нас внутри существует Совсем другая задача То есть у нас Были интересные моменты С которыми мы работали Это то Как я себя вижу То как меня видят другие И то Каким бы я хотел казаться Для других И вот эти три варианта Когда ты видишь зрителя Очень близко На самом деле Ты о нем очень заботишься Потому что Когда зритель спрятан На зале Это одна история Формат Близкого Сидения Зрителя Прямо когда Я могу дотянуться рукой До человека Который сидит Даже во втором ряду Я могу это сделать Я свободна В своих действиях И они это чувствуют Им немножко страшно И вот тут идет Настоящий интерактив Когда я вижу Точно так же Зрители Как они видят меня И в какой-то ситуации Я свободней Я свободней Своем перемещении У зрителей Есть одно Как бы Право Встать И уйти На самом деле Мне приятно Что никто не встал То есть Я не знаю Что это было Какая магия была В этом Что все люди сидели Они смотрят Я видела Как меняется То есть От какого-то момента Закрытости полная Ну потому что Мы знаем Что такое закрытость Это крест Да Руки и ноги Мы закрываем Как это все Отпускалось И как мы Прямо Я видела Что люди Прямо выходят К нам на площадку До момента Когда Они опять закрываются Потому что Там есть такой сильный момент В третьей части Вот И вот это все Ты переживаешь Причем зрители Сами говорили Как интересно было Смотреть не только На вас Но и на зрителей Потому что Это действительно Все очень близко На их реакцию Ты понимаешь Прямо Ты чувствуешь Вот это дыхание И это здорово Мне очень Вот Когда я видела людей Мне прям так хотелось О них заботиться Но не напугать То есть Не было совершенно Никакого желания Там как-то На них Повлиять стрессово А очень Вот бережно Но вовлечь В этой ситуации Несколько человек Сказали Как нам хотелось Выйти к вам На эту площадку Потому что Отделяла всего Какая-то черта Нарисованная на полу И Момент выйти И понять что-то А как там Не наблюдать А существовать Это было очень интересно Прямо Несколько человек Высказывали Это желание Как им хотелось Сюда к нам Сейчас вот на этой Вот на этой Фразе Проживемся На двухминутную рекламу После чего Продолжим С Ириной Брежневой Брежневой Хореографом Театра на Спасской Продолжается программа Как раз 27 июня И завершается Театральный сезон И спектакль рассчитан На ограниченное Количество зрителей 90 человек В одной сцене сидит Три человека На сцене Передвигаются В том Что называется Современный танец В этом ритме Вот И После этого Тоже будет обсуждение Я так понимаю Будет обсуждение Я бы хотела Поговорить О каких-то вещах Которые еще Может быть Происходят В театре Сейчас Сезон завершается Я понимаю Что это Значит для Зрителя И для вас Вы уходите в отпуск Насколько На два месяца На три месяца Нет Нет Это конечно Меньше чем два месяца Хотелось бы так Хорошо гульнуть Месяца два Нет Работа начинается Еще до открытия Сезона Мы собираемся Начинаем Сейчас у нас Гудбай Берлин Александр Трясцен Наш прекрасный Режиссер Молодой Который еще Учится Актер Что это такое Гудбай Берлин Это новая постановка Это такая пьеса Да Достаточно современного Драматурга То есть это лучше Александра звать Так как я пока Не сильно подключена К этой работе Это то что ставится Сейчас Это то что нас ждет В следующем сезоне В новом сезоне Нас ждет еще одна премьера Скорее всего Это состоится и случится Это премьера Спектакля Который был объявлен Ну и заявлен как бенефис Актрисой Елены Васильевой Прекрасно И этот спектакль Планируется Уже полноценным Не как бенефисным Таким вечером А спектаклем Войти в репертуар театра Но это тоже все В следующем году Конечно же Новогодняя сказка Вот такие планы Планы есть Но они пока такие Очень Весьма и весьма Смутные Конечно мне Как человеку Который работает В театре Очень бы хотелось Ясности Мне бы очень хотелось Чтобы у нас Был человек Который бы формировал Репертуарную политику Театра Когда ты понимаешь Что вот кто-то Вот такой Своим авторитетом Опытом берет И ведет театр Куда-то вот За собой вперед То есть Этого ждут все Худрук Но его нет Да Ну вот то есть Требуется худрук Да Я как раз так А что с худруками На этой стороне Происходит Трудно сказать Что у нас С худруками В стране Что-то происходит Но видимо Вот этот процесс Не настолько прост Чтобы все Всех устроило Поэтому мы сейчас Пока без капитана корабля Достаточно долго уже Да Ну вот Степан Пиктеев Режиссер Сейчас очень часто Мелькает И думали даже Что может быть Он станет художественным Руководителем Но судя по всему У него заканчивается Контракт Здесь Возможно он будет Продолжать Ставить в нашем театре То есть это вполне возможно Как режиссер приглашенный Как режиссер Это же надо решиться Во-первых Взять в руки Театры за собой Повести Главное Первое Главное Степану не нужна сейчас Огромный этот корабль Потому что он свободный Молодой человек Вообще еще проблема в том Что люди Молодые Те которые вроде бы Хотят работать Они понимают Что связать себя Вот привязать себя К одному месту Это сейчас Ну не очень интересно Они лишают себя Очень большого количества Тех возможностей Которые Вполне вероятно Существует масса Различных фестивалей Лабораторий Где можно показать Свой эскиз И тебя куда-то пригласят Это будет интересный Опыт работы Гораздо И это будет творчество Потому что Как только ты Начинаешь Руководить Каким-то театром Наступает Масса Таких Рутинных Бытовых вещей Которые тебе нужно Разруливать Вот почему Мне тоже Совершенно неинтересно Свой коллектив Организовывать Я работаю С различными коллективами Я себя реализую Творчески Пусть не на 100% Потому что Это все равно Не моя политика Я осуществляю Политику другого Но я нахожу Этот компромисс И я четко понимаю Что как только Возникает Какая-то Рутинно-административная Штука В этот момент Творчество Сразу начинает страдать Поэтому Понять людей Которые не едут Возглавлять Этот огромный корабль Я могу тоже Надо найти такого человека Который С точки зрения Творчества Подходил бы вам А вы ему С точки зрения Менеджерских качеств Своих Отличался бы Сильно Наверное да Потому что Проектная работа Действительно Это свобода Конечно Для творческих людей Да Тут должно быть И то и другое Но мы смотрим С вами в сторону Драмтеатра И не можем не радоваться Что там есть Все-таки капитан Я очень радуюсь За то что происходит Движение За то что Я знаю Насколько все тяжело И трудно Но есть человек Который Который Методично Толкает Вот Понимая Тот путь Которым он хочет идти Куда он Хочет вырлить театр Он это делает Это очень непросто Конечно Потому что Это тоже прям Своя система Свой мир Своё какое-то Государство Маленькое И Невозможно быть милым Всем Это однозначно Вот Но то что он продолжает Это делать Это здорово Прям я радуюсь Мы сейчас говорим Про Константина солдата Да Я вот хотела как раз Спросить Дружественный театр Да Мы просто У нас есть время Чтобы это обсудить Это действительно очень важно Вот у нас кстати говорят В преддверии приезда Коллег из Татарстана сейчас Казанский театр Будет кастролировать Будем после этого Тоже обсуждать спектакли Которые были привезены Однако Последние пару лет Подарила Именно в драмтеатре Очень много тоже новых спектаклей Мы о них Слава богу Тут в культ походят Часто и о ваших спектаклях И о них говорят Ну раз уже заговорили Про солдатов И про драмтеатр Мне кажется Что между театрами Нет какой-то такой ревности Ну по крайнейшему Честно Мое поверхностное Ощущение Я вижу очень часто Актеров Тюза В драмтеатре На премьерах На спектаклях И в обсуждении И везде И все и прочее Вот то что там Происходило За последние Вот эти полтора года Те спектакли Которые ставились Какие тебя задели Ну вот спектакль Клятвенная дева Который собственно говоря И получил Там какую-то премию У нас На нашей Удаче года Вот Спектакль Мне понравился просто Подход молодого человека Это Иван Комаров Который ставил спектакль Абсолютно Вот без Большого опыта Насколько ему С одной стороны То есть Находясь внутри процесса Опять я понимала Насколько с одной стороны Ему сложно С другой стороны Я восхищалась человеком Который Несмотря на все Сомнения Вокруг всех людей Ну которые Привыкли делать Все не так Он все равно Двигал то Что он считал нужным И это дорогого стоит По-другому нельзя Нельзя быть опять Другом Как только ты становишься Другом И ты начинаешь Ты не сможешь Сделать то Что ты действительно хочешь Другом быть нельзя Нужно понимать Что я хочу Уважать мнение других Но делать свое И вот этот вот Такой баланс Конечно Тоже Это необходимо Для здоровой атмосферы Но это непросто Клятвенные девы Клятвенные девы Да Мне понравилось Джульетта выжила Мне понравился Этот спектакль Мне показалось Что он И по форме Мне был интересен И по замыслу И по идее Интересен Бунина Я посмотрела С удовольствием Старший сын Мне понравились На самом деле Все спектакли Сказать Что прям Вот так Дел затронул Наверное Пожалуй Клятвенные девы Некая свежая волна На самом деле Пришла Несколько лет назад В драматический театр И Не всем это нравилось По крайней мере Можно это сказать По Обсуждению Джульетта выжила Которая После Спектакля следует Когда Некоторые зрители Говорят Что это сейчас было Верните нам наш театр Классику Классику Именно на этом спектакле Мне очень нравилось Наблюдать за зрителями Потому что В первой В данном премьере Была аудитория Прежняя Еще не было Студентов политех Которые массово Потом пришли На этот спектакль И это были Такие пожилые Пары И дамы Которые Которые Да Смотрели этот спектакль И Они Понимали Что они любят Этот театр Для них это тоже выход И вот как они Смотрели На все это И актеры Тоже между прочим Вот в этом первом спектакле В премьерном Видно было И чувствовалось Что с одной стороны Дали какую-то вроде бы Свободу И что-то такое новое Но что с ней делать С этой свободой Перед глазами своих Постоянных Зрителей Это было с обеих сторон Таким вызовом Действительно Да Это ценно Я считаю Что в этом есть Некая ценность Потому что нельзя Все время давать Вот кормить зрителя Удобными вещами Нельзя Нужно двигаться То есть в этом Есть наша миссия Мне кажется Людей Которые работают В театре Не давать возможности Всему превратиться В болото Как только я жду Только поглаживаний И одобрений Так наступает смерть Смерть театру Смерть искусства Театр Это всегда площадка Для каких-то Там необходим Элемент провокации Элемент Неспокойства Элемент Некомфорта Я не говорю Что в это должно быть Везде и всегда Но если мы идем Только по проторенной дорожке Мы никогда Не сможем найти Ничего нового Новое Это не бояться ошибиться Только так Можно найти Какой-то момент Что-то новое А если я Вот Ирина Брежнева О нашей жизни Вообще говорит Эти слова Можно Обернуть Там ко всему Абсолютно Ко всем аспектам А что касается Как раз таки Вот этого спектакля Джульетта выжила Пример этому То что Ряд женщин Которые изначально Говорили на обсуждении Что это сейчас было После того Как шло обсуждение В конце они говорили Ну да Возможно Вопрос Объяснение Обсуждение Иногда необходимо Для того Чтобы точка зрения Поменялась Просто реально Зритель не знает Другого Он 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 бы и рад Может быть Но он не понимает Что с этим делать Это как принесли Какое-то странное блюдо Я помню Нам каких-то штутик дали Вот они лежат Морские гады Вот И вот они какие-то такие Лежат на этой тарелочке Какие-то щупальца И мы так скромно Смотрим на них И вроде бы как бы Наверное это вкусно Но что с этим делать Мы не понимаем Пока нам не объяснили Значит вы берете Так Лимончиком Спризнули И вот так вот Кушайте пожалуйста И устрица оказалась Очень вкусной И ничего Да Я вот сейчас Заканчивается у нас уже программа Просто хочу нашим слушателям Еще раз напомнить Многократно мы говорили В этой студии О том что Вот в театре на Спаске Не только обсуждение После спектакля бывает Но есть еще и такая Интересная штука Как лекции под лестницей На лестнице Да Вот Которые в преддверии Спектаклей Дают очень много Материала К дальнейшему Размышлению И пониманию Того что будет Представлено на сцене То есть это такая Комплексная услуга Господа Понимаете То есть если Если что-то трудно понять Можно вот пройти Несколько этапов И открыть для себя Гораздо больше Нежели просто побывав На спектакле Это чудесно Я тогда еще поразилась Что очень мало Школьников например И выяснилось Что они просто не знают Не знают их учителя А значит не направляют Вот это прекрасно Если бы они Бывали там Потому что Ну вот это Прогласно Это немножко Большая проблема Что нет вот такой связи Тесной Неналажены контакты Между непосредственно Публикой и театром То есть это прям Вот беда Пропасть По-прежнему существует Да Это то На чем Всем работаем Спасибо Спектакль Неуместная красота В следующем году Стоит ждать его Еще целый год Да Но 27 июня В этом театральном сезоне В завершении театрального сезона Также зрители смогут увидеть Можете провести этот вечерок с нами 27 июня Театр на Спасской Ирина Брежнева Хореограф театра Спасибо Дневной разворот закончил Спасибо Светлана Занько Всего доброго До свидания Субтитры подогнал «Симон»